Принц Гарри и Меган Маркель отправятся в совместное путешествие по Нидерландам на открытии Invictus Games, международного соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Аналогичные паралимпийским играм, эти состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Известно, что на протяжении всей поездки пару будет сопровождать съемочная группа Netflix. Супруги планируют снять шоу под названием «Сердце непокоренного». По словам инсайдеров, участники состязания еще не знают о приезде герцогини Сосекской. Меган невероятно рада поездке вместе с Гарри, такая инициатива и очень близка, сообщил источник Daily Mail. Вскоре после этой новости на пару обрушился шквал критики со стороны поклонников. По их мнению, супруги преследуют лишь корыстные цели. Ради шоу, еще раз доказали, что пойдут на все только ради денег, уже даже совсем не смешно, высказались пользователи, вспоминая о том, что Гарри и Меган в конце марта проигнорировали важнейшие для королевской семьи события поминальную службу в годовщину смерти принца Филиппа в Великобритании. В гардеробе Кейт Миддлтон преобладают спокойные и лаконичные оттенки. Герцогиня Кембриджская крайне редко экспериментирует с яркими расцветками. Так, например, поклонники заметили, что супруга принца Уильяма избегает оранжевого цвета. Некоторые предполагают, что этот оттенок Кейт считает не слишком комплементарным для своей внешности. Я думаю, что ответ кроется в ДНК и осознании Кейт того, что некоторые цвета менее комплементарны по сравнению с другими, поделилась аналитик по цвету Габриэлла Уинтерс. В наряде оранжевого цвета, герцогиню Кембриджскую видели всего несколько раз. Один из последних таких выходов был в рамках тура по Карибам, приуроченного к платиновому юбилею Елизаветы II. На встрече с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнюсом она появилась в белоснежном костюме Александер Макуин и оранжевой Блузе Ридли Лондон. Образ дополнили остроносые лодочки и оранжевая винтажная сумка. Меган Маркель сделала важное заявление. Герцогиня Сосекская сообщила, что больше не будет возглавлять благотворительную кампанию по защите животных Мехию. Жена принца Гарри адресовала фонду благодарственное письмо. Время моего сотрудничества и покровительства Мехию подошло к концу, но моя поддержка осталась. Я призываю каждого из вас оказывать помощь фонду любым возможным способом. Эмоциональная поддержка животных не имеет себе равных. Вы должны понять еще кое-что, не вы спасаете их, а они спасают вас. Мехию, спасибо, что доверили мне такую честь, стать вашим покровителем, сообщила Маркель. Напомним, Меган взяла покровительство над фондом в начале 2019 года. Причину отказа от сотрудничества с компанией она не стала раскрывать. Однако предполагается, что это была инициатива Елизаветы II. После того, как Меган Маркель и принц Гарри объявили о своем уходе из королевской семьи, прошло уже более двух лет. Елизавета II до последнего надеялась, что Сосекская найдут в себе силы извиниться перед семьей и вернуться в британскую корону. На протяжении долгого времени монарх оставляла должности, которые занимали герцоги во время своей службы, пустующими, но совсем недавно королева решила, что монархия будут двигаться дальше без Сосекских. А уже на днях стало известно, что ее величество лишило Меган Маркель покровительства благотворительного фонда по защите животных Мехию. Об этом сообщили представители организации. Наше сотрудничество с герцогиней Сосекской и ее покровительство фондом закончилось в начале этого года. Для Мехию было невероятной честью работать с Меган Маркель, герцогиней Сосекской. Она взяла покровительство над фондом в начале 2019 года, гласит заявление компании. Безусловно, Меган Маркель не могла не прокомментировать данную новость и написала фонду благодарственное письмо, которое, конечно же, было опубликовано через благотворительную организацию Арчуэлы. Время моего сотрудничества и покровительства Мехию подошло к концу, но моя поддержка осталась. Я призываю каждого из вас оказывать помощь фонду любым возможным способом. Эмоциональная поддержка животных не имеет себе равных. Вы должны понять еще кое-что, не вы спасаете их, а они спасают вас. Мехию, спасибо, что доверили мне такую честь, стать вашим покровителем, написала Меган. Стоит отметить, что приют, который на протяжении нескольких лет находился под опекой герцогини, был основан еще в 1886 году в качестве «дома для голодающих бездомных кошек». В 1904 году он был переименован «дом животных Мехию» в честь его первого покровителя Анны Мехию. Кроме того, приют продолжал свою работу и период Второй мировой войны, а в 90-х организация начала увеличивать свои масштабы. Здесь открылась ветеринарная клиника и служба защиты животных. К слову, именно из этого приюта Меган взяла двух собак – Бигля и Лабрадора, с которыми и переехала во дворец. Безусловно, к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон всегда будет приковано внимание СМИ и публики. Герцог Кембриджский – главный наследник королевского престола, а некоторые поклонники монаршей семьи и вовсе были бы не против, чтобы принц Чарльз уступил место на троне своему сыну. Однако даже несмотря на то, что принц Уильям и Кейт Миддлтон уважают устой монархии и следуют многовековым традициям, жизнь не стоит на месте, и чтобы развиваться, британской короне необходимо отказаться от многих правил. Кембриджские поддерживают практически все современные инициативы, начиная от проектов в области ментального здоровья и заканчивая активностью в социальных сетях, что не всегда одобряет корона. Совсем недавно супруги вернулись из Тура по странам Карибского бассейна, и, безусловно, путешествие по тропическому региону заставило герцогов задуматься над многими вещами. Принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с гневом активистов, которые организовали митинги с целью призвать властей освободить их государство от аков британской монархии. Кроме того, бунтующие потребовали лишить Елизавету двух статуса главы государства. Уже по прибытии в Великобританию герцог опубликовал заявление, в котором сообщил, что доверяет будущие стран Содружества народу. «Я думаю, он осознает необходимость перемен, потому что в наши дни это важная игра на доверие общественности. Сейчас мир изменился, и все стало другим по сравнению с тем, что было, когда королева взошла на престол. Теперь все зависит от того, как вы рекламируете себя, что освещается в СМИ, а что нет, и вам нужно очень хорошо это осознавать. Кроме того, люди ожидают увидеть в представителях королевской семьи человечность. Я думаю, что народ требует от них все больше и больше объяснений. Но Уильям, похоже, готов отдать себя в этом отношении, и я думаю, что это правильный шаг», — объяснила эксперт Полин Маклоран. Именно поэтому кембриджские решили отказаться от правила, никогда не жалуйся и никогда не оправдывайся, ведь при ином раскладе монархия останется без поддержки народа. С момента выхода скандального интервью принца Гарри и Меган Маркель прошло уже немало времени, однако его последствия все еще дают о себе знать. Провокационные заявления пары в адрес королевской семьи не оставили без внимания многие эксперты. Мнение общественности о герцоге и герцогине Сассекских сильно ухудшилось, считает журналистка Камила Томини. Она проанализировала интервью и назвала главную ошибку, которую совершили супруги. По ее мнению, было неправильным лишать членов королевской семьи и возможности изложить свою версию событий. Нет ничего взвешенного в том, чтобы пойти на подкаст или Коприи, высказав кучу обвинений, при этом не предложить права на ответ. Когда мне нужно писать, например, о Меган и Гарри, я обращаюсь к их людям в Лос-Анджелесе и задаю вопрос. Я слышала такую информацию, каков ваш комментарий, пояснила Томини. Принцесса Шарлотта и ее братья, принц Джордж и принц Луи, унаследовали любимое развлечение ее величества. Королевская семья славится любовью к конному спорту. Так, принцесса Анна выиграла золотую медаль Европы и завоевала награду BBC как «спортивная личность года» за верховую езду, а принц Чарльз в юности серьезно увлекался Пола. Давно известно, что Елизавета II любит проводить время со своими лошадьми на свежем воздухе. Теперь кажется, что ее правнучка, принцесса Шарлотта, идет по ее стопам. Говорят, что принцесса Шарлотта, принцы Джордж и Луи, стали «заядлыми наездниками», и все трое скачут на своих первых пони. Источник, близкий к Букингемскому дворцу, сообщил королеве грустно, что она не может сесть на лошадь. Верховая езда – одно из ее самых любимых увлечений. Сейчас она отдыхает и принимает все меры предосторожности, чтобы вернуться в форму. Однако она полна решимости вернуться к верховой езде как можно скорее, и она никоим образом не чувствует, что катание на лошадях осталось в прошлом.